Добрый день, дорогие зрители и коллеги! Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Сегодня мы поговорим о том, что кинопродюсер Иракли Макацария встретится с молодежью Днепра в рамках проекта с образовательным детским центром «Знаток» и университетом таможенного дела и финансов. У нас в гостях Наталья Жир, директор сети детских центров «Знаток» и Иракли Макацария, кинопродюсер и телеведущий. Добрый день! Добрый, добрый! Здравствуйте! Рада вас приветствовать в нашем медиа-центре. Спасибо большое! Взаимно! Наталья, давайте начнем с вас. Расскажите о том, что вообще за мероприятие планируется, где оно будет проходить, когда и каков будет его формат. Да, спасибо вам огромное, прежде всего, что вы нас пригласили. Очень приятно всегда у вас находиться, очень хорошая у вас атмосфера. Ну, прежде всего, спасибо огромное еще Ираклим за то, что он приехал к нам, за то, что он действительно доказал, что тысячи километров — это не преграда для того, чтобы встретиться с молодежью Днепра, от самых маленьких, до студентов более взрослых. Да, формат нашей встречи подразумевает, собственно, общение с Ираклием, с молодежью, ответы Ираклии на вопросы, которые интересуют молодежь, потому что мне кажется, что это очень важно, когда у детей, у студентов есть такой пример, на который можно равняться, который доказывает, что все невозможное возможно, и это, знаете, там не исторический персонаж, не какой-то там, не знаю, персонаж из книг, это действительно вот реальный, современный человек, который своим примером показывает, что все может быть. Поэтому мне кажется, что это очень важно в наши дни, когда происходит такое живое общение. Ну и, конечно же, еще раз спасибо, что такие люди соглашаются приехать и пообщаться с молодежью Днепра. А если говорить все-таки о конкретике, когда, где пройдет? Да, сегодня у нас встреча с Университетом таможенного дела и финансов. Это официальная встреча, вот, да, и мы всех приглашаем. А завтра у нас в 11 часов, сегодня в 14.30, завтра в 11 утра у нас встреча с детским центром «Знаток». В принципе, мы тоже приглашаем туда всех желающих, мы открыты, молодежь Днепра, их родители, поэтому приходите, это уже будет такая более неформальная встреча в телетеатре. Спасибо большое. Иракли, проекты, в которых вы участвуете, смотрит практически вся страна. Какой из этих проектов ваш любимый? Вы смотрите? Значит, не вся страна. Во-первых, хочу сказать вам большое спасибо за приглашение. Я безумно рад находиться в Днепре, я давно уже хотел сюда приехать. И вообще у меня огромное желание побывать по всей Украине. И по возможности я пытаюсь осуществить вот эти желания. Что касается проектов, знаете, вот, когда спрашивают, я отвечаю, они все как мои родные дети. На самом деле очень сложно мне говорить, какой лучше, какой хуже. Я могу с точностью сказать, что последний проект «Зважный, ты счастливый» для меня является самым таким, наверное, глубоким проектом, потому что он является не просто телепроектом, это социальный такой серьезный очень проект, который действительно создан для того, чтобы помогать людям. Мы привыкли, что в целом телевизионный контент, который делается, он создается для того, чтобы были рейтинги в коммерческих целях, чтобы канал зарабатывал. В данной ситуации могу сказать, что это и успешный коммерческий проект, потому что уже 9 лет подряд мы видим, что «Зважный, ты счастливый» просто показывают суперрейтинги. И в то же время это огромное количество тех людей, участников, которые приняли решение прийти в первую очередь, чтобы изменить свою жизнь. И все те люди, которые причастны к этому, телезрители, потому что мы общались, я общался со многими людьми, я замечаю в соцсетях, как они реагируют. На каждого участника, на каждое взвешивание, каждый конкурс. Это проект, который не касается только тех 20 участников, которые туда приходят. Я думаю, что эффект, он достаточно большой на всю страну, и точно могу сказать, что я безумно рад и благодарен каналу, для того, что у меня появилась такая прекрасная возможность быть там тренером. Что касается остальных проектов, конечно, выделю «Танцы со звездами». Это очень сложный проект, но он красивый, энергичный, танцевальный. Но действительно хочу сказать, что за этим проектом стоит колоссальное количество часов, занятий, травм, стрессов. А зритель видит вот те две минуты, когда мы выходим на сцену, и улыбаемся, и показываем все, что разучили. Холостяк, он действительно в моей жизни сыграл очень немаловажную роль, потому что через этот проект я попал в Украину. И, наверное, благодаря этому проекту я полюбил эту страну, полюбил тех людей, которые тут живут. И, как вы видите, с огромным удовольствием продолжаю свою деятельность, свое развитие в этой стране. И, ну, найти жену мне не получилось, к сожалению. Но у меня только позитивные мысли, когда я вспоминаю этот проект, этот период. Это очень такой важный, можно сказать, период в моей жизни. Если, в принципе, с проектом «Зважение это счастливее» и с танцами все понятно, то расскажите подробнее о Холостяке. Почему вы решили вообще участвовать в этом проекте? Почему я решил? Я изначально, честно могу вам сказать, что даже не знал про этот проект. Ну, я в целом слышал, что есть проект «Холостяк», но я смотрел там российскую версию случайно, несколько серий. Первое предложение поступило от моего друга, который мне сказал, что вот в Украине есть такая передача, они ищут главного героя. И вот в социальных сетях они увидели твои фотографии у меня в друзьях и решили спросить, не хотел бы ты поучаствовать. В то время я активно занимался так же, как и сейчас, кинопроизводством. У меня были проекты совместно с индусами. И я ему сказал, что, ну, нет, как бы мне неинтересно, потому что я не мог себя представить в другой стране, в телепрограмме, в реалити, особенно в таком реалити, потому что я никогда об этом не мечтал, не думал. И вообще телевидение для меня было достаточно такое непростое место, где я считаю, что очень большая конкуренция. Я отказался, через несколько месяцев опять поступило сообщение, но уже от канала. И вот в процессе приговоров, можно сказать, я дошел, наверное, до того момента, когда сказал, что почему бы не попробовать, почему бы не пойти на этот проект, потому что действительно на этом проекте все условия созданы для того, чтобы люди влюблялись. И это действительно так. И многие скептики, которые говорят, что вот невозможно влюбиться там на телевидении или в проекте, я абсолютно с этим не согласен, потому что, наверное, термонтирует, термонтические условия, которые есть именно в проекте «Холостяк», таких условий нету в жизни. В жизни люди влюбляются в любом месте, в любое место, это не имеет значения. Соответственно, вот как-то так получилось. И после этого проекта я более активно провожу время здесь, в Украине. Спасибо большое. Наталья, возвращаемся к вам. Расскажите о цели встреч, которые вы проводите к приезду Ираклии, на какую возрастную категорию они рассчитаны. Ну, вы знаете, вот это, в принципе, то, что я уже сказала. То есть главная цель для меня лично, вот как для человека, который работает с детьми, у которой вот уже сеть там детских центров, я вижу с ними, я с ними общаюсь, и я понимаю, что им очень важно не просто теория, им очень важно живое общение, им очень важно, чтобы человек отвечал на их вопросы. Тем более, вот как раз если затрагивать проекты, я вот Ираклии уже говорила, у нас дети в центре очень любили танцы со звёздами, вот действительно болели за Ираклии, за Яну. Я им это лично уже передавала несколько раз. Поэтому, конечно же, опять же, когда ты видишь, что человек выходит к тебе с телевизора, да, начинает с тобой общаться, и наоборот, какой-то пропадает вот этот барьер, то есть он не просто для тебя уже кумир, он какой-то пример. И, ну, действительно, я же говорю, то есть это очень важно, чтобы дети мотивировались, чтобы дети и студенты, в принципе, у которых только формируется какой-то жизненный путь, жизненная тропа, чтобы они понимали, куда идти и понимали, что, в принципе, нужно в первую очередь ставить цели и ставить их правильно. Поэтому вот с такой целью, ну, опять же, возможно, не с каждым человеком такую встречу захочется провести, но вот с такими людьми, как Ираклии, мне кажется, это всегда проходит настолько тепло, непринужденно и в то же время познавательно, что я думаю, это будет круто, я уверена. Насколько я знаю, вы совсем недавно открыли филиал вашего детского центра в Киеве. Мы хорошо знаем ваш филиал в Днепре. И расскажите о том, чем вообще киевский филиал будет отличаться от Днепровского. Какие цели вы там ставите перед собой? Я, кстати, отвечаю у вас периодически на программах. Вы знаете, мне кажется, самое главное — это сохранить то, что уже создано изначально. Потому что, конечно же, когда это всё создавалось, было непросто, были трудности. Но сейчас хорошая команда преподавателей, хороший состав, хорошие ценности. И самое главное — сохранить вот этот костяк. А добавить, что в Киеве очень хочется какие-то новые направления. А в Киеве больше возможностей, например, там тоже кинопроизводство. Может быть, мы Иракли пригласим и туда. Потому что всё-таки в Киеве действительно для этого больше возможностей, как ни крути. И хочется сделать какой-то масштабный такой проект, чтобы вот со всех уголков Киева, которые у меня такой маленький, приезжали именно к нам на конкретные какие-то курсы. Ваша деятельность достаточно широкая. Расскажите о том, как вы всё успеваете. То есть вы открыли центр в Днепре. За достаточно короткое время вы успели его поднять на достаточно хороший уровень. И уже открыли центр в Киеве. Как вам удаётся? Ой, как мне удаётся успевать? Ну, вы знаете, тоже мой один из любимых вопросов. Я думаю, Иракли, наверное, тоже, потому что у него деятельность такая масштабная. Вы знаете, мне кажется, главное заниматься тем, что ты любишь. Окружать себя людьми, которые тебя поддерживают. Потому что когда ты… На самом деле не всегда всё успеваешь. Всякое бывает. Но когда ты чувствуешь поддержку, то у тебя это не выплывает на какую-то негативную нотку. То есть не идёт такой эффект накопления, что вот я опять не успела, и вот с каждым днём всё хуже и хуже, вот оно накапливается. А когда ты чувствуешь, что тебя поддерживают, тебя понимают, то есть, ну вот, что действительно там, ну да, иногда со временем беда-беда, то, в принципе, всё в порядке. Главное, что ты чувствуешь поддержку и хорошие отзывы – это всегда мотивация. Очень важно, чтобы ты всегда понимал, какова цель. Если ты понимаешь, куда ты движешься и почему ты это делаешь, и насколько это ценно, я думаю, что любой человек может расставить приоритеты своей жизни так, чтобы успевать именно те вещи, про которые мы сейчас говорим. Кроме целенаправленности, какие ещё вы приоритеты ставите в своей деятельности? Ну, смотрите, я, как Наталья говорила, я также хочу сказать, что очень часто я слышу от многих людей, что вот зачем там распыляться, делать одно, второе, третье, десятое. На данный момент я честно могу сказать, что и много читая такой информации, литературы, которая на данный момент меня очень сильно интересует, я могу сказать, что доказано, что у каждого человека потенциал в 20 раз больше, чем мы делаем в данный момент. И это действительно так и есть. Если мы себе ставим такие условия, рамки, когда мы должны что-то делать, и происходит как бы некий такой запрос внутренний, что давай ещё что-то новое добавлю, какой-то новый интерес. В данной ситуации я, как человек-маркетолог, который закончил в Тбилиси это направление, тогда должен был работать просто в компании, где я и работал много лет тому назад, всё было стабильно, всё было ровно, я бы мог это продолжать делать. Но я, ощущая внутренний какой-то порыв и желание, и понимая потенциал, что я могу ещё в другом направлении себя открыть, почему бы не? Если бы я не рискнул, всё зависит от риска, который люди берут. В основном я считаю, что все мы, люди созданы так, что мы пытаемся избегать рисков, избегать тех ситуаций, где мы на 100% уверены, что у нас что-то получится. А я вам хочу сказать, что на 100% нельзя быть уверенным никогда, ни в чём. Это факт. И у меня также была боязнь, например, когда меня позвали быть ведущим в телепередаче. У меня не было никакого опыта, я никогда на это не учился. Я не знал, как должен себя вести ведущий или говорить. У меня было своё понимание. Я сделал этот шаг, я принял это решение, пришёл, и, слава богу, второй год подряд наша передача является в Грузии самой популярной телепередачей. Это прайм-шоу. Это прайм-шоу, то, что меня очень сильно радует, и мы не планируем останавливаться. И действительно хочу сказать, что только на практике человек начинает открывать в себе ещё много таких возможностей, о которых он не знает. Конечно же, просто желание и возможность – это не гарант того, что всё будет успешно, если ты над собой не работаешь, если ты не интересуешься теми успешными людьми, которые прошли уже этот путь, которые достигли чего-то в этой сфере, то очень сложно. И я думаю, что это чуть-чуть может быть такая трата времени, когда ты можешь, например, взять книгу и прочитать всю жизнь человека, весь его опыт, да, и ты говоришь, что мне это не надо, я самостоятельно. Информацию принимать обязательно, и мы должны это делать для того, чтобы потом как-то чётче понимать, что вот если я допускаю такую ошибку, то это нормально, это окей, могу найти другой способ, другой ход. И поддерживаю всех тех людей, которые не ищут короткие пути, потому что очень часто молодёжь, ну, как бы со всеми, даже с моими друзьями, когда я общаюсь, и у меня тоже самое было, я тоже такой же человек, мы всегда всё хотим сегодня, сейчас, быстро, без всяких там заморочек. Так не происходит. Лучше потратить больше времени и фундаментально изучить тот вопрос или ту сферу, в которую ты входишь, для того, чтобы не выглядеть смешным, работать над собой. Когда мы говорили, например, вот, танцы со звёздами, мне все говорят, Иракли, вот, ты выходишь, и ты так круто танцуешь, такое ощущение, что ты профессионал. А вы, вот, ну, вы посмотрите, когда меня нет на экране, сколько часов я занимаюсь в зале, да, вот, во время танцев со звёздами, я имею в виду. Если там кто-то занимается три часа, и у меня изначально, например, лучше получается, потому что может быть физиология, может быть, ну, генетическая какая-то. Я в два-три раза больше буду заниматься для того, чтобы быть лучше себя, а не лучше кого-то другого. И я бы очень хотел, чтобы каждый человек понимал, что вся жизнь – это как игра в гольф. Если вы знаете, каждый раз в гольфе ты не соревнуешься с кем-то, ты соревнуешься с собой, и ты должен показать результат, насколько быстрее ты дойдёшь до последней лунки. И умение людей распределять, вот, как Наталья и многие ещё другие люди, распределять своё время так, чтобы для себя достигать свои цели, обязательно находить время для семьи, для друзей, потому что без нашего социума, без нашего общения мы не являемся роботами. И есть, конечно же, определённая грань, когда ты понимаешь, я сам себе говорю, я другим говорю, что несмотря на такой график, вы должны отдыхать, вы должны переключаться. Очень часто я этого не делаю, я этого стыжусь, потому что в первую очередь это в дальнейшем, в долгосрочном периоде может сказываться на продуктивности твоей деятельности. Слава Богу, пока, ну, пока что то, что я, мои начинания, то, что я делаю, я вижу, что есть вот результат, который я поставил, и если я буду понимать, что в каком-то из них, из этих сфер, я уже не могу показать то качество, которое изначально я для себя запланировал, то, наверное, я либо отодвину это, либо переключусь на что-то другое. Угу. Сейчас вы живете фактически между Украиной и Грузией, то есть у вас есть проекты двух. Я в самолете живу. Да. Расскажите о том, как вам вообще, насколько вам комфортно жить и работать в Киеве, вот по сравнению с Грузией, с местом, где вы там живете, как вы чувствуете этот город вообще? Я не буду приводить сравнения, потому что, наверное, то место, где ты вырос, где ты состоялся, где твоя семья, где твои друзья, оно имеет другую ценность для меня в данной ситуации. Конечно же, ну, как бы свою родину я очень сильно люблю, и там другая атмосфера в каких-то пониманиях этого слова. В Украине есть миллион своих плюсов, которые мне очень нравятся, и, если честно, я неоднократно говорил, что я считаю, что у грузин и у украинцев есть очень много, что нас объединяет. Я именно говорю про менталитет. Да, вот Грузия очень традиционная страна, мы почтим традиции, но у меня есть очень много друзей, которые здесь живут, и с людьми, с которыми я общаюсь, которые также чтут эти традиции, и, на самом деле, это очень важный фактор, нить, которая может нас соединять. Киев в 10 раз больше, чем Тбилиси, например, если сравнивать, понятное дело, в 10 раз больше возможностей. Здесь больше конкуренции, и для меня это некий вызов, потому что идти развивать себя на более масштабные рынки, и для меня, и для любого человека это залог успеха, потому что мы должны развиваться. Я сам родом из Батуми, я обожаю Батуми, но на сегодняшний день я не представляю жить в Батуми, не потому что я все там люблю, но уже уровень развития и скорость развития, который я себе поставил, несопоставимо с той скоростью, которая есть там. То же самое касается и Киева, я думаю, что в сравнении может быть и с Днепром, то же самое, вот то, что Наталья говорила, да, и зарубежные рынки, да, у всех есть огромное желание, если человек следит за своим ростом, идти глобально. И у меня есть такая цель, и дай бог это получится. Ну вот действительно, Киев, я могу сказать, так как у меня вообще только сейчас это сравнение такое полноценное получается, это вот Ракли правильно говорит, это, ну, мотивация. То есть для меня Киев, когда мы здесь открывались, кажется, что Днепр, в принципе, неправильный, ну, точнее, не маленький, да, город, то есть достаточно много тоже детских центров и так далее, вообще, в принципе, всего из любой сферы. Но Киев, когда мы открывались, там вот это буквально на каждом шагу. И вот я у вас тоже уже говорила в передачах, меня никогда это не пугает, это действительно вот всех детей на всех хватит, главное, ну, собственно, как и про весь бизнес, любых клиентов, главное делать это качественно, и Киев – это классная мотивация, то есть ты понимаешь, что плохо точно не вариант, поэтому ты сразу делаешь хорошо. Иракли, кстати говоря, о развитии. Какие ваши планы на ближайшее и дальнее будущее, в какие сферы вы хотите развиваться еще? Знаете, если честно, если бы я озвучивал все те сферы, о которых я думаю, было бы как-то несерьезно, несерьезно, потому что каждый день мне приходит какая-то новая идея. Что касается реализации этих идей, например, самое ближайшее, вот в ближайшее время, наверное, это конец этого месяца, начало следующего месяца, это запуск ювелирной коллекции Макацария Джулери, которая, эта идея пришла мне в голову примерно два месяца тому назад, и уже на этой неделе у нас будет готова коллекция. Коллекция, вот в принципе у меня браслет, который на руке, это форма гантельки. Первая коллекция посвящается теме здоровый образ жизни. И мне бы хотелось, понимая свою социальную платформу, понимая количество внимания со стороны прессы и людей, я считаю своей обязанностью говорить про такие темы, которые меня волнуют, которые я вижу, что важны для всех, и особенно для молодых. Это спорт, это занятие спортом, это правильное питание, это все те вопросы, которые напрямую связаны со здоровьем нации, со здоровьем поколения. Соответственно, я считаю, что все люди узнаваемые, у которых есть определенная, наверное, такая же платформа, должны использовать это для того, чтобы популяризировать именно такие темы. Вдобавок хочу сказать, что с этой коллекцией, несмотря на то, что первая тема – это у нас здоровый образ жизни, абсолютно все следующие коллекции, которые мы будем делать, они будут связаны с благотворительностью. Мы сейчас заканчиваем документальные процессы регистрации фонда. Я об этом уже потом чуть позже расскажу и дам информацию. и часть денег с продаж этих коллекций пойдут в фонд. И ежемесячно мы будем выставлять информацию на сайте, кому мы будем помогать. Это будет конкретный ребенок какой-то, или мы будем устраивать какие-то мероприятия для детей. И не только в Киеве, но у нас основной фокус сейчас переключится на разные регионы Украины. Потому что я считаю, что как раз в центре, вот как Наталья заметила и сказала, ну, хватает, может быть. Там никогда не хватает этого, но есть больше людей, которые, возможно, принимают в этом участие. А в регионах это чуть-чуть, я считаю, что в малых дозах. Так что ювелирная вот эта тема. Очень скоро еще будет одна новость, которую пока я не хочу озвучивать, потому что у нас запланирована презентация этого продукта. Это будет сейчас у нас с Грузией и в то же время с Украиной. В общем, хватает, хватает очень много разных интересных сфер. И мы очень надеемся, что вам всем понравится. Спасибо большое. Наталья, расскажите теперь о ваших планах. Я боюсь ваш этот вопрос. Потому что я всегда, когда прихожу на информатор, то мне спрашивали первый раз, какие планы. Я сказала, открыть второй филиал. Я открыла. Вот смотрите, видите, мы вам приносим эффект. Так что вы озвучивайте, не бойтесь, все будет хорошо, все обязательно исполнится. Какая цель? Открыть в другом городе. Я открыла. Я теперь уже вас боюсь. Вы часто сюда приходите, чтобы... Чтобы цели сбывались. Да, да, да. Но смотрите, я скажу так. Мне кажется, действительно, был очень хороший рывок вот у моего детского центра. То есть мы очень хорошо сейчас развиваемся. поэтому я хочу оставаться в Киеве сейчас. Я хочу развиваться там. Я вот вижу развитие там. Тем более, что мы хорошо сейчас запустились. У нас, в принципе, вот я здесь, но там идут уроки. Очень успешно. И вот хочется создать какой-то проект именно в Киеве на основе нашего детского центра. То есть, возможно, это тоже будет часть какой-то благотворительности. Часть вот хочется сделать что-то интересное, чего нету в Киеве. То есть даже не с целью там, ну, заработать, да, скажем прямо, а с целью вот действительно развивать свою команду, найти классных специалистов и сделать всё возможное, чтобы действительно наше имя звучало с хорошей стороны, чтобы приезжали именно к нам и уходили очень довольные дети. Поэтому я думаю над этим. У меня эта идея есть. Поэтому я думаю, в следующий раз я что-нибудь скажу вам по-конкретному. Хорошо, спасибо большое. Коллеги, есть вопросы? Два вопроса в одном. Первое. Общаетесь ли вы с кем-то из участниц «Холостяка», но никуда не деться? Такие вокруг этого шоу очень много разговоров. Там будет короткий ответ. Нет. То есть ни в соцсетях, ни везде? Нет, нет. Если, ну, больше всего пересекался с Анетти, потому что на кинофестивале в Одессе недавно в передаче она была у нас на канале. А так я, ну, как бы не общаюсь, не держу связь. И второй вопрос. Какой ваш идеал женщины? Идеала женщины нет. Вообще идеальных людей нет. Я в это не верю. И никогда не визуализировал, не фантазировал о том, как она может выглядеть. Потому что считаю, что у мозга человека есть очень сильная функция программировать себя. Есть очень, знаете, много таких вещей, которые я у себя в голове задумывал годами раньше. И сейчас иногда происходит. И очень часто оно сбывается. Ну, оно сбывалось там в каких-то начинаниях моих. И я вообще люблю для себя четко понимать цель. Я всегда говорю, что правильно поставленная цель это как пазл, который нам раньше приносили домой. Надо было собрать. И на коробке сверху была картинка, что надо собрать. Представьте, если вам дают вот этот пазл, а картинки нет. Вы не для себя не понимаете, что вы хотите собрать и куда вы хотите дойти. Соответственно, то, что касается отношений, то, что касается любимой женщины или количества детей, которые бы я хотел иметь, это такие вещи, которые я думаю, что на данном этапе от нас не зависят. Нельзя, несмотря на то, что есть у меня огромное желание иметь семью, иметь детей, я об этом пишу в своих блокнотах свои желания, я думаю об этом, но считаю неправильным идеализировать и говорить, что вот один типаж, там, блондинка, брюнетка или вот такой вес, или такая высота, рост. Думаю, что это не может быть правильным, потому что тогда ты в каждой девушке будешь пытаться найти вот именно, знаете, вот тот имидж, ту картинку, которую ты вот для себя просто выстроил. И это очень собирательный образ. Я больше могу вам сказать, что важнее всего качество. И есть, конечно же, качества, которые для меня важны. Это доброта человека, девушки, ну, для любого человека я считаю, что это очень важный фактор. Открытость, насколько человек может, ощущение близости, оно для меня начинается тогда, когда я чувствую, что мне хочется общаться, раскрываться, говорить какие-то такие вещи для меня сокровенные, которые почему-то у меня нету желания говорить другим. И вот это притяжение, когда ты начинаешь общаться с человеком, я действительно верю в то, что есть и шестое вот это чувство, есть вот эта интуиция, есть определенные физические ощущения в теле, которые дают определенные сигналы, что возможно это есть какой-то твой человек. И энергетический очень важно. я вот всем хочу сказать и посоветовать, может быть, чтобы не обращали внимание только на облик человека, потому что пройдет время, мы не вечно, и красота не вечно, а то, что внутри, оно будет оставаться, так что те внутренние качества для меня будут намного важнее. Спасибо. Спасибо, еще вопросы? Вопросов больше нет, я желаю вам обоим удачи в реализации всех наших проектов. Сначала еще раз поблагодарить за то, что действительно у вас всегда хорошая атмосфера, классный коллектив и в Днепре, и в Киеве. Спасибо вам. Спасибо еще раз большое Иракли за то, что он приехал, за то, что встретится с нашей молодежью в Днепре. И вот действительно, мне правда кажется, это очень важно и очень благодарна всем, кто поддерживает такие встречи, потому что когда люди знают, что такое слава, и их это не меняет, это очень важно, и очень важно такие моменты доносить до молодежи, поэтому спасибо вам огромное. Спасибо за интервью. Да, очень взаимное. На этом мы заканчиваем. Всего доброго и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова